Приветствую, Восса. Меня зовут Гита. Мне очень приятно познакомиться с вами. В этом видео я покажу некоторые технические возможности телеграм-бота ОССА. Начнем с регистрации. В ОССА можно зарегистрироваться только по реферальной ссылке партнера ОССА. После перехода по ссылке запускаете бот в работу. Бот предоставит вам всю информацию для того, чтобы продвинуться дальше. Вы тут найдете и презентацию, и короткую инструкцию, ознакомьтесь с ними, если ранее не просматривали. Вы можете посетить телеграм-канал системы ОССА, где сможете ознакомиться с полным функционалом бота. Далее по условиям системы вам нужно познакомиться со своими спонсорами. В данном примере демонстрируется один спонсор, но чаще всего спонсоров будет пять. Ваша задача ознакомиться с их бизнес-предложениями и написать каждому из них личные сообщения в телеграм. В начале такого сообщения укажите ключевое слово – ОССА. Так ваш спонсор будет знать, что ему пишет участник его структуры бота и обязательно ответит на подобное сообщение. Не отправляйте спонсорам свои бизнес-предложения в сообщения для знакомства, это не повысит ваши шансы познакомиться, а спонсор точно его проигнорирует. Для вашего бизнес-предложения есть ниша в боте – это информация о себе. Теперь заполним информацию о себе или ваше бизнес-предложение, которое вам нужно продвинуть с помощью нашей системы. Если у вас оно готово, именно здесь просто вставьте свой текст и отправьте сообщение боту. Если у вас нет под рукой текста с вашим бизнес-предложением, используйте, например, такой вариант текста. Вам будут писать приветственные сообщения участники вашей структуры и уже после знакомства у вас будет возможность в личной переписке рассказать им о своем бизнесе. К тому же, вы в любой момент сможете изменить текст информации о себе. Тут нужно понимать, что информация о себе и бизнес-предложение – это одно и то же. Некоторые партнеры продвигают личный бренд, а кто-то – компанию, поэтому это универсальный подход к названию данной информации. Мы закончили с оформлением и переходим в главное меню бота, чтобы ознакомиться с его функционалом. Будем двигаться по кнопкам сверху вниз. Кнопка «Суть ОСА» открывает коротенькое видео, где я рассказываю о самом важном в системе. Обязательно прослушайте данную информацию и постарайтесь ее осознать. Кнопка «Инструкции настройки поддержка» откроет подменю, где вы найдете правила и инструкции. Обязательно ознакомьтесь с данной информацией, это поможет вам правильно и эффективно использовать систему ОСА. Здесь вы сможете сменить язык бота, бот полнофункционально поддерживает несколько языков общения. А также автоматически перевести свое бизнес-пригложение на все языки, которые поддерживает бот. После чего вы сможете проверить тексты и в случае необходимости отредактировать каждый из переводов. Идем дальше. Защита аккаунта «Добавить e-mail». Тут вы сможете верифицировать свою электронную почту, что в будущем позволит восстановить доступ к своему кабинету бота, даже при потере аккаунта Telegram. Старайтесь использовать почту gmail.com. Верификация простейшая. Отправляете почту боту следуя инструкциям, он на этот адрес вышлет код верификации, который нужно будет отправить в сообщение боту. После чего ваша почта привязывается к вашему кабинету системы ОСА. Следующая кнопка «Включить монетизацию». Данная функция становится возможной после того, как у вас появится первый приглашенный партнер. Но вы всегда можете посетить канал или чат-сообщество и заранее изучить информацию о монетизации своей структуры. Возвращаемся в главное меню. И на очереди у нас одна из самых важных его кнопок – моя реферальная ссылка. Не спеша изучите информацию, это лучший подход к эффективному ее применению. Помимо реферальной ссылки вы тут найдете и примеры текстов для рекламы и иллюстрации к постам в социальных сетях, которыми можно сопровождать свои рекламные тексты. Название кнопки «Редактировать информацию о себе» полностью передает ее содержание. Кнопка «Вывести информацию о спонсорах» предоставит вам информационные пакеты ваших вышестоящих партнеров. Раздел «Лично приглашенные партнеры» предоставит вам довольно обширный функционал для работы и коммуникации со своей первой линией структуры бота. В этом подменю также есть кнопка, которая выведет пакет информации о вас. Содержащие количество приглашенных вами партнеров, заработанные вами баллы в системе ОСА и содержание вашего бизнес-предложения. Подобную информацию выводит чат-команда «Моя». Если вы в чат бота отправите сообщение с одним словом «Моя», бот выведет вам ту же информацию, что и кнопка, добавив к ней свои рекомендации. Самым главным словом из списка чат-команд является «Меню», которое из любого места в боте вызывает главное меню, в шапке которого содержится список всех слов чат-команд бота. Поэтому достаточно запомнить только слово «Меню» из данного списка, чтобы в любой момент можно было получить весь перечень чат-команд. Следующим пунктом главного меню у нас идут отзывы. Тут вы можете оставить свой отзыв о боте и посмотреть отзывы других участников системы ОСА. Если оставляете свой отзыв, пишите, что вам нравится в боте и что не нравится. Я передаю все отзывы руководству и, благодаря этому, бот становится лучше. Раздел «Меню» «Знакомство ОСА» предоставляет возможность оставить свой контакт для всей аудитории бота. Но тут есть ограничения, данный раздел доступен только для партнеров ОСА, которые сумели пригласить в бот не менее двух человек. Первым пунктом из так называемых «Личных помощников» расскажу о разделе «Запланировать успех». Это планировщик задач. Может также служить и как онлайн-записная книжка. Вы можете оставлять себе заметки на сегодня и на завтра, или планировать свои действия на эти дни. Эти записи можно редактировать. А кнопка «История» позволяет просматривать свои записи за определенную дату. Представляю следующего помощника, это интерпретатор голосовых сообщений в текст. Данная функция не представлена в меню, но она есть. Вы можете отправлять в бот голосовые сообщения, а бот будет возвращать вам их текстовые варианты. Например, «Приветствуем в нашем гостеприимном Телеграм-боте». Таким образом, можно надиктовывать рекламные тексты, а потом просто редактировать их, расставляя знаки припинания, что должно существенно уменьшить нагрузку на ваши глаза и время работы над текстом. С помощью данной функции можно даже вызывать главное меню. Нажмите на микрофон и скажите «Меню». И оно к вам прилетит. И, наконец, самый интересный и всесторонний помощник – это чат GPT. Он поможет расставить знаки припинания и текст предложит, может рассказать все, что попросите. Но это отдельная тема для разговора, мне кажется, я и так вас утомила. Я далеко не все рассказала сейчас о функционале бота, но постаралась показать самые важные его аспекты. Пусть Воссо будет вам в помощь. До новых встреч и всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok